Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня я хочу вам показать свои трейлеры и рассказать, в каких горшочках я их выращиваю, какой объем использую. В общем-то, постараюсь осветить эту тему побольше. Потому что, как оказывается, для многих непонятно, в каком горшке лучше всего выращивать трейлер. И это вполне естественно. Информации о трейлерах не так уж много, она противоречивая. В общем-то, вполне можно запутаться. Значит, для начала давайте разберемся, какие бывают трейлеры. Трейлеры, как и те фиалки, к которым мы привыкли, бывают мини, полу-мини и стандарты. Для того, чтобы понять, какой именно перед вами трейлер, прежде всего нужно читать описание сорта. Визуально же определяем по размеру листовой пластины. Вот, допустим, мини-трейлер, вот такие маленькие листики. Полу-мини-трейлер, лист покрупнее. И трейлер стандарт, листья еще крупнее. То есть, все очень-очень просто. Какой же объем горшочка использовать, давайте, вот для мини-трейлера? Значит, в принципе, все то же самое, что и для других фиалок. Укореняем пасынок в 50-граммовом стаканчике или в горшочке пятерочка. Дожидаемся, пока трейлер нарастит хорошую корневую систему. Вот, допустим, как вот здесь. Вот, уже хорошие корни. Видно, что трейлер начал куститься. И вот с этого стаканчика уже можно сделать перевалку в горшочек больше. Для того, чтобы понять, в какой горшочек на этом этапе лучше всего пересадить трейлер, нужно прежде всего понять, какой кустик вы хотите вырастить. Да, потому что трейлеры можно выращивать в один кустик. И можно выращивать 3, 5, 7 кустиков в одной плошке. Вот, если вы решили выращивать трейлер в одну голову, то с этого 50-граммового стаканчика я делаю перевалку для мини-трейлеров вот в такое вот кашпо. Это кашпо 7 сантиметров в диаметре и, по-моему, 5 сантиметров высота. Да, то есть вот идеальный вариант для выращивания мини-трейлера. Мини-трейлер можно выращивать в одну голову еще в большем объеме горшочка. Но перевалку, опять же, нужно делать постепенно. То есть с 50-граммового вот в такое кашпо. Потом, когда тут вырос кустик, да, розетка стала, ну, крупнее, больше. Когда уже корни видно с дренажных отверстий. Можно постепенно сделать перевалку. Там, допустим, уже выбрать кашпо 9 сантиметров в диаметре и 6-7 глубина. Глубина горшочков кашпо для трейлера очень важна, потому что вообще у всех фиалок поверхностная корневая система. То есть корни вглубь не растут. Так вот трейлеры, я уже вот со своего опыта хочу сказать, еще хуже переносят глубокие именно горшки кашпо, чем обычные фиалки. Если же вы решили вырастить трейлер в три розетки, вот, три таких кустика посадить в одно кашпо, значит, выбираем одинаковых размеров детки. Выбираем размер кашпо, где-то 14 сантиметров диаметра горшочка, от 14 до 16. Это вот самый идеальный вариант. Вот у меня нету три розетки, но вот видно, если бы здесь три стало, то все было бы в порядке. И вот в таком кашпо трейлер мини можно выращивать в три розетки на постоянной основе. От 14 сантиметров в диаметре до 16 сантиметров в диаметре. Кашпо можно использовать вот как одноразовую посуду, да, вот для мини это вообще вот идеальный вариант. Здесь и диаметр подходящий, и высота всего лишь 5 сантиметров. Вот. И есть еще покупные в магазине, да, продаются кашпо. Ой, они тоже бывают вот таких размеров, здесь вот 15 сантиметров в диаметре, но здесь высота побольше, семерка. И вот на моем опыте для менюшки семерка высота это глубоковато, то есть я бы выбрала, я выберу, я даже так буду высаживать. Все-таки вот одноразовую посуду. Вот. Это две тарелки вместе, здесь дренажные отверстия. И со временем после перевалочки вот эту всю красоту можно будет выращивать на фитильном поливе. Будут расти прекрасно, цвести и радовать. По такому же принципу выращиваются и полу-мини трейлеры, и стандартные трейлеры. Ну, с единственной лишь разницей, да, что для полу-мини кашпо можно выбирать побольше. Допустим, вот для мини у меня семерка кашпо, а для полу-мини здесь уже идет девятка. И высота здесь уже семерка. Вот. Вот когда вот этот кустик в этом кашпо подрастет, когда я вот уже увижу корешки сквозь дренажные отверстия, вот я их уже вижу, но здесь еще рано, тогда я могу сделать опять же перевалочку, если хочу большой, огромный куст в кашпо большего диаметра, то есть с девятки, там, допустим, я не знаю, 12 сантиметров. Ну, опять же, объем, ну, не объем, да, форма кашпо нужно подбирать, чтобы глубина не превышала 7 сантиметров. Ну, так примерно, плюс-минус 7. Покупных кашпо именно такого формата мало, их вообще, наверное, нет, даже я не встречала, поэтому горшки нужно выбирать из каких-то подручных средств, материалов. Опять же, либо же та же одноразовая посуда, либо же, там, я не знаю, йогурты какие-то, ну, то есть, либо же подрезать. Вот, это уже индивидуально. Покажу вам еще один способ выращивания трейлеров. Здесь, конечно, уже больше, как бы, по теме формирования трейлера. Ну, я тему формирования не буду затрагивать, просто покажу, вот, горшочек какой. Значит, мы видим вот такой вот кустик. Здесь 4 основные головы, вот, раз, два, три, четыре. И вот эта вся красота у меня растет вот в кашпо. Так, в кашпо где-то, ну, 11 сантиметров диаметр и 5 сантиметров высота. Да, значит, вся эта красота, все эти 4 розетки у меня растут на одном корню. То есть, это не 4 головы посажены в одно кашпо. Вот, я надеюсь, видно, да. Здесь я укладывала все стебелечки. Вот, чтобы вырастить вот именно так трейлер, тогда детку, можно сразу вот такую вот детку, это, кстати, вот мини-трейлер, пересадить вот в такое кашпо, прям сразу вот такую детку, сюда делаем перевалочку. Но вы должны понимать, что выбирая такой способ выращивания, можно не подрассчитать с поливом, и, в общем-то, трейлер пропадет. Потому что корни, ну, будут дольше оплетать, да, вот этот объем кашпо. Вот, и вполне естественно, что будущую красоту просто можно залить, засушить, там, я не знаю, что угодно сделать, и ничего не получится. Поэтому, если вы новичок, выбирайте варианты выращивания трейлеров более простые, вот, и объем горшочка добавляйте постепенно. Начинайте с малого, и уже потом доводите до больших объемов, если у вас это в планах. Так, ну, я надеюсь, что мое видео было вам полезным, интересным. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok